Учителя, врачи, аграрии, журналисты, политики. В зале более двух тысяч делегатов. В пресс-центре трансляции следят тысячи аккредитованных журналистов из всех регионов страны. 15-й съезд «Единая Россия» — это подведение итогов пятилетней работы. Там же представили программу партии к выбору в Госдуму седьмого созыва. Впервые за четыре года в съезде принял участие президент. Именно он 15 лет назад стал инициатором создания «Единой России». Владимир Путин поприветствовал участников. Обращаясь к «Единая Россия», он отметил, что сегодня избиратели увидят, с кем и с чем идет партия на выборы. И здесь главное не обмануть доверие людей. Обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью. Ведь только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперед, добиваясь выполнения намеченных планов. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жестко. Это очень хорошо, это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, все это идет на пользу делу. Речь о другом. О лжи и передергивании фактов, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства. Партия должна обсуждать с гражданами любые, даже самые сложные, даже неприятные, на первый взгляд, вопросы. Чувствовать, что волнует людей больше всего. Слышать голос каждого. В этом обязанность депутатов парламента. Экономика и здравоохранение, образование и импортозамещение, поддержка сельского хозяйства и бизнес – это ключевые темы предвыборной программы партии. Их озвучил председатель Дмитрий Медведев. Документ не только насыщенный по содержанию, но и объемный – более 100 страниц. Еще накануне в него вносили дополнения и поправки сменей, высказанных на дискуссионных площадках и встречах, которые прошли в рамках съезда. Работа по всем этим направлениям продолжится и дальше. Ведь главной ценностью для партии являются люди. И все инвестиции должны быть вложены в человека. И доказывать слова нужно будет реальными делами. Партия «Единая Россия» – это партия реальных дел. И на этом акцент делал и президент России, и Дмитрий Анатольевич Медведев, говоря о том, чтобы мы максимально были приближены к проблемам людей, к проблемам населения, к проблемам примитивно к нашему краю, станиц, городов, сел, там, где проблем, конечно, много. И сегодня очень важно, чтобы эти проблемы, которые известны сегодня партии, руководству партии, они находят конкретное решение. Конкретное решение в проекте, конкретное решение в программе партии. И на первый план выходит человек. Чтобы знать кандидата в лицо, впервые в этом году «Единая Россия» провела открытое внутрипартийное голосование. Люди сами выбирали достойных, по их мнению. Теперь благополучие кубанцев и будущее Краснодарского края во многом зависит и от них. Ведь проблемы на местном уровне можно решать только совместными усилиями региональных и федеральных властей. Наш краевой законодательный орган, законодательное собрание и Государственная Дума, в которой будут наши представители, она будет таким образом взаимодействовать, чтобы эти программы не зависали в воздухе. Потому что любая партийная программа практически имеет финансирование. И если какой-то элемент этого механизма не сработает, то и финансирование будет неэффективным, и программа не будет реализована. А проблем много, особенно ЖКХ, здравоохранение, образование. Причем это проблемы роста. Наш край много чего достиг, но остаются еще нерешенные задачи. Мы их будем решать вместе с командой губернатора. От Краснодарского края на 15-м съезде партии более 50 человек. Это участники майских внутрипартийных праймерис и реальные кандидаты по одномандатным избирательным округам. Именно им люди доверили свои голоса, когда пришли в май на избирательные участки. Все эти вопросы мне, как главе города, известны. Я, безусловно, и принимал, и принимаю сегодня меры к тому, чтобы их решать. Одна из актуальнейших проблем – это наличие мест в детских дошкольных учреждениях. Хотя мы решили проблему от трех до семи лет, но там еще задачи выполнять и выполнять. Строительство школ, которые крайне необходимы для города. Конечно, экономический блок. Все это возможно только в том случае, если будет стабильно работать экономика. Сегодня намечены все перспективы и поставлены перед нами задачи, над которыми нам надо работать. И самое главное, что это те задачи, которые мы были с людьми, мы оговаривали. Это те же самые вопросы, наболевшие для нашего населения. От Краснодарского края за депутатские кресла в Государственной Думе теперь поборется 7 человек по одномандатным округам и 16 по партийным спискам. Сейчас для кандидатов в Государственную Думу начинается горячая пора. В течение двух с половиной месяцев им предстоят встречи с избирателями, дебаты с конкурентами. И этот путь, как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, нужно пройти честно и достойно. Новых депутатов в Государственной Думе седьмого созыва изберут 18 сентября, единый день голосования. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Кубань-24, Москва.